Всем доброго времени суток! С вами Татьяна. И сегодня в видео я покажу вам пустые баночки, которые закончились за осень 2023 года. Конечно, тут некоторые продукты у меня были в использовании аж с лета, а некоторые даже с прошлого года. И я думала, может быть, еще подождать, когда у меня еще целая куча пустых баночек, которые вот-вот закончатся. По чуть-чуть их осталось. Ну, думаю, ладно, перейдут уже на пустые баночки за зиму. Ну, а перед вами уже две упаковки краски для волос, которые я использовала за, кстати, середину лета до вот, ну, конца месяца, скажем так, конца месяца ноября. И я использую, когда подкрашиваю волосы, только подкрашиваю корни, поэтому мне целая упаковка не нужна. Я пользуюсь, как бы, ну, использую половину тюбика. Так, вот, по-моему, все вам рассказала. Продолжаю использовать эту краску. Заказала ее, если интересно. Оттенок Light Pure Blonde 1021. Тут еще в составе кондиционер прилагается. И что-то там еще уходовое, я не помню, но я не пользуюсь. Я не пользуюсь, я сейчас складываю, думаю, потом, как поднаберется побольше, тогда я буду уже использовать вот те дополнительные средства, которые вкладываются в эти коробочки. Так, ну, давайте по категориям. Раз уж я начала с волос, то продолжим волосами. Значит, следующее, что для волос закончилось, это шампунь от Hidden Shoulders с запахом зеленого яблока. Мне этот шампунь очень-очень понравился. У меня, конечно, перхоти нет, тут, конечно, против перхоти этот продукт, но у меня ее нет, но, как бы, знаете, захотелось почему-то попользоваться таким шампунем, и мне он очень понравился. Прекрасно пенился, ну, наверное, работает против перхоти, у кого она есть. В общем, мне прекрасно подошел он, хорошо очищал волосы, и потом волосы, я не скажу, там как-то безумно красиво выглядели. Ну, нормально, как всегда, как обычно. А вот что делать теперь без вот этого продукта, я не знаю. Он у меня был несколько лет в использовании. Это лосьон для придания объема. Когда он у меня появился, я его недооценила. Помню еще, когда жила в России, в коробочке красоты приходил этот продукт, и я его не оценила. Но через какое-то время, даже уже прошло года два, думаю, дай-ка я попробую. Как начала пробовать его, и вот полностью использовала за несколько лет, опять же, наносила его на корни волос. И он здесь заявлено, что придает объем тонким волосам. Действительно, придавал какой-то объем, особенно если помыть голову, тут же ее уложить, посушить, уложить. Вот тогда хорошо продукт работал. Ну, здесь нету этого бренда. У нас здесь в Норвегии Шварцкоп. Можно по интернетам поискать, конечно, на сайтах, на различных. Но я пока еще не видела этот продукт в продаже где-то. Так бы купила, конечно, и вам рекомендую. Так, еще для волос. Последний продукт, который закончился, это маска. Очень хорошая маска. Я не знаю, что это за бренд. Sevens Heaven. Маска с кокосом. Восстанавливающая. Она мне очень понравилась. Мне хватало на два применения. Но единственное, что эта маска у меня вызывала аллергию. Нет-нет, да и появятся некоторые прыщички на лбу. Или вот в прикорневой зоне. А так маска очень хорошая. И она выпущена по мотивам диснеевских фильмов. И это у нас принцесса Рапунцель. И это у нас принцесса Рапунцель. Так, следующее. Следующее это раздел тела. И здесь у меня даже, ну, к показу есть даже два продукта для тела. Два молочка для тела, которые я, как сейчас помню, начала в начале лета. Первое молочко от Дуглас. Ой, как же оно классно пахло. Просто вообще шикарно. Хорошо смягчало, увлажняло кожу, питало ее. Очень мне понравилось. Мне кажется, оно такое внесезонное. Вот это следующее молочко для тела мне не понравилось. По своему запаху. Здесь очень красивое оформление. Посмотрите, даже не хочется выбрасывать из-за вот такой вот красоты, которая здесь изображена. Но запах отвратный здесь. Он действительно пахнет джунгалями, какими-то травами джунглевыми. Но это не мое просто. А так хорошо тоже работал. Не скажу, что это плохой лосьон. А бренд называется Ботаникалия. Это британский бренд. Так, следующее это крем универсальный от Невея. Я его использовала в зону декольте. А так он подходит и для лица, и для рук, для всего чего угодно. Мне он очень понравился. Приятная отдушка и такая хорошая рабочая лошадка. Действительно универсальный. Так, следующие продукты меня, конечно, изумили. Изумили своими размерами. Это коробочные средства. Первое – это лосьон увлажняющий для тела. 20 мл. от бренда CeraVe или CheraVe. В общем, на одну ногу. На одно применение. У меня даже, знаете, на пол... Ну, вот на пол тела хватило. Не на одну ногу, на две ноги хватило. Все, дальше я уже тело... Ну, остальную часть тела, верхнюю часть тела, я уже не использовала. Не задействовала, так сказать. И тоже вот этот вот продукт какой-то странный. Здесь 30 мл. Это очищающее средство для тела от бренда Mio. У меня, кстати, есть такая полноразмерка. Это, в общем, два в одном, маска и гель для душа. Его надо, знаете, подержать на теле, потом смыть. Я особо какого-то результата не увидела. Поэтому что это за недоразумение, я не знаю. Вам не рекомендуют такие средства. Фигня, извините за выражение, полнейшее. И еще одно средство для тела – это дезодоран DAF. Ну, это средство мне очень-очень нравится, классное. Классная отдушка, хорошо справляется с неприятными запахами. Ну, я особо не страдаю каким-то там, каким-то излишним потоотделением. Но, тем не менее, мне этот дезодорант очень-очень помогал. Так, теперь лицо. Для лица закончился лосьон «Тоник» от L'Oreal Age Perfect. К сожалению, не вижу эту линейку уже в продаже. Наверное, ее вывели. Понравилось мне это средство от L'Oreal. Это для такой уже зрелой кожи. Здесь в составе витамин В5 и витамин С. Мне очень понравилась отдушка и вообще работа этого лосьона. Так, для лица также закончились три крема. Один, можно сказать, полноразмерный. Бренд SVR. Интенсивно увлажняющий. Действительно, интенсивно увлажняющий. Классный. Я его использовала в ночное время. Получала я его в коробочке красоты. Но вижу, тут и по-русски даже написано. Для нормальной смешанной кожи. 40 мл здесь было. Да, это полноразмерка. И произведено в Париже. Это такая аптечная, по-моему, косметика. Хочу показать, что по-русски тоже. Вот видите, написано. Только сейчас увидела. Так, хороший крем очень. Почему оптичный? Потому что, видите, здесь такая вот змейка оптичная изображена. Медицинская. И два крема миниатюрки. Ну, хотя это как бы такая вот полуразмерка. Полуполноразмерка. Крем от Pular. Тоже интенсивно увлажняющий. Классный. Очень-очень. Хорошо увлажнял кожу. Приятный такой запах. Понравился крем. И еще больше всех этих. Мне понравился крем увлажняющий от Clinique. То есть, эти вот все крема у меня работали все лето. И чуть-чуть захватили осень. Как раз, когда вот нужно особенно интенсивное увлажнение. Из масок закончилась только одна маска-пленка. Я имею ввиду вот такая вот маска в Тьюбе от Формула 1006. Это, по-моему, польское средство. Нет. Написано Made in USA. Опа. Я думала, польское какое-то. Нет. Хорошая маска. Она имела такой сиреневатый оттенок. Потому что здесь в составе Blueberry голубика и Pineapple Ananas. И, знаете, такая маска-пленка. Классная и бесконечная просто. Как хорошо, что она у меня закончилась. Я больше, честно вам скажу, не хочу такую покупать. Потому что она такая, ну, просто вообще без... Бесконечная. Так. Ну, конечно, закончились маски в патчах. Маска от Evelyn. Или Evelyn. Очень хорошая. Мне она понравилась. Запах тоже такой приятный. Дальше. Ещё мне понравилась ещё одна маска. Вот эта вот ещё больше понравилась её. Если, например, вот этой мне хватило на два раза, то вот эту вот я использовала даже три раза. Здесь не... Как правильно называется? Не... Ну, не сама маска, чтобы одевать на лицо. А здесь вот продукт сам. Тут вот ещё написано 24 карата золота. Золото входит в состав. Ну, я в это, конечно, мало верю. Но маски хорошие обе. Так. Затем закончились патчи под глаза. Первое. Это патчи от бренда Talica. Написано Paris. Здесь тоже, по-моему, по-русски есть. Где-то я видела. Да. Написано. Тоже классные такие патчи. Обогащены гиалуроновой кислотой, экстрактами пробиотиков, алоэ. Мгновенно увлажняют и успокаивают кожу вокруг глаз. Подпишусь под всеми этими утверждениями. Хорошая. И вот это тоже какой-то бренд. 111 Skin. Тоже хорошая маска. Ну, если увидите, что это тут так мелко написано, что это за бренд. Вот так вот не увеличивает телефон. Я не вижу ничего. А, сделано в Корее, кстати. В Южной Корее. Корейские маски. О, вернее, корейские патчи под глаза. Они мне тоже очень-очень понравились. Так. И последнее. Это были патчи для, ну, спонжики такие, пропитанные тоником. В общем, они, их я использовала уже, ну, когда очистила кожу от всего. И вот у меня так получилось, что лосьон для лица закончился. И поэтому я пользовалась уже вот этими вот спонжиками, так сказать. Понравились они мне. Правда, запах такой своеобразный. А так понравились. И последнее, что для лица закончилось. Вот эта вот категория у меня заканчивается просто очень медленно. Это бальзам для губ от Kix. Вот. Показываю, что полностью закончился. С экстрактом лимона. Тоже он у меня довольно-таки долго был в использовании. Так. И последняя категория. Это руки-ноги. Для рук закончился крем увлажняющий с корите. И чего-то тут еще есть. А, и масло-ши. Хороший крем. Бренд Evoluderm. Это, по-моему, Франция. Ну, в любом случае, мне понравился этот крем. Классный. Купила бы еще. Повторила. Так. Очень специфическая отдушка у вот этого крема. Коробочное средство. Ну, тут мало этого продукта. С неоцинамидами этот крем. Вы видите, все продукты разрезаю, наверное, заметили. И это, ну, Блоссом и Блоссом, по-моему, так называется бренд. Но не чувствую я сейчас, потому что нос у меня вообще полностью все искажает. А так просто безобразный отвратный запах. Но шикарное питание кожи рук. Просто вообще шикарное. И еще один крем закончился. Это такой даже, я бы сказала, медицинский крем. Ну, вот эти вот маленькие у меня в сумочке лежали. От Moon & Sun. Это шведский бренд. И здесь в составе был цитрус и какая-то трава. Криспграсс. Хороший тоже крем для рук. Далее закончилось вот такое средство для снятия лака от Essence. Боже, ты мой, как он, какой, ох, называется, Охэппи, Эппидези. Ну, это лимитка была у Essence для ногтей. Там и лаки у них были, и наклеечки. Ацетон-фри. Ну, хорошо так, в принципе, он удалял лак с ногтей. Но какой же он вонючий. Вот из-за запаха я вам не рекомендую. Если вам вот такие вот смердячие запахи не нравятся, не покупайте ни в коем случае. Просто безобразная отдушка. Очень вонючий, неприятный запах. Дальше закончилась от Catrice. Вот такая сушка. Классная сушка. Топ-кот. Ну, мне нравятся такие средства, потому что это одновременно и сушка для ногтей, и одновременно это какой-то такой блеск, топовое покрытие. Для ног наконец-то таки закончился. Видите, еще старая, старая серия. И в Роше это, как он называется, гаммаж. Гаммаж для пяточек, вот, или вообще для полностью, для ступни, с экстрактом лаванды. Просто вообще... Не знаю, почему он у меня завис. Я регулярно там скрабирую, какие-то манипуляции делаю с ногами. Но вот почему-то он у меня как-то медленно шел в использовании. Так, и что еще закончилось? Вот такое вот средство тоже, кстати... Где у нас тут? Рапунцелька-то вот эта вот была. Вот тоже вот этот вот бренд. Мне, в принципе, понравились маски. Seven's Heaven. Так называется этот бренд. В общем, тут два было отделения. Одно это пем... Не пемза, как она правильно называется? Скраб для ног. А второе это вот масло для ног. Очень понравилось. Я бы еще купила. И тут прям вот на несколько раз хватило этого средства. Так, ну, все, в принципе. Еще хочу показать вам. Мыло закончилось тоже. Довольно-таки быстро расходуется у нас мыло. Такое мыло бюджетное, но классное. И те, кто живет в скандинавских странах, очень-очень рекомендую. Вот всякие салфетки вот такие дешевые от FirstPrice. В общем, когда и макияж делаешь, можно их использовать. Видосики снимаешь. Парфюмер-фри. Можно для детей. Но для детей обычно, конечно, немножечко другие. Но, в принципе, тоже можно использовать и как детские салфетки. В общем, вот такие вот пустые баночки получились у меня за осень 2020. 23-го года. Вам всем большое спасибо за просмотр. Скоро покажу уход на зиму собрала. И там тоже будет у меня много новых и интересных продуктов. Увидимся с вами очень скоро. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.